Леонид Александрович, добрый день. Вы присутствовали сейчас на заседании конференции Центрального федерального округа, Шахматной Федерации. Ну, чуть-чуть о результатах. То есть, по первому вопросу, это основной был вопрос, кто будет президентом этой федерации, насколько я понимаю, он был достаточно острый. Да, вопрос достаточно острый, он долго не мог решиться. Мне кажется, что принято правильное компромиссное решение, когда Владимир Ахрамеев становится сейчас избранным президентом Центрального федерального округа, Шахматной Федерации, но с обещанием, которое он дал публично и обещал дать его письменно, в ноябре этот пост оставит более, может быть, человек, который сможет заниматься этим больше времени, потому что Владимир Ахрамовича много дел, у него бизнес и там еще что-то. А мы хотим, чтобы, наверное, на этой должности, мы как любители шахматы, я здесь больше выступаю, чтобы был человек, который будет развивать турниры, новые турниры делать, будет лучше заниматься календарем, будут сформулированы четкие правила, то, из-за чего постоянно конфликты происходят, на самом деле, на ровном месте, просто из-за того, что не сформулированы правила выбора мест проведения основных соревнований. Хотя, на самом деле, это хорошо, что у нас на календарном соревновании где-то есть конкуренция, это, на самом деле, уникальная совершенно вещь. Еще вопрос, а есть ли еще какие-то федерации окружные, вот такие же проблемные, ну, до сих пор? Я не считаю, что она проблемная, просто там некоторое время не двигалась ситуация с мертвой дождь, там соревнования проходят, и вроде как-то даже кипит активная жизнь, но просто есть некая проблема, не хватало вот регламентированности, какой-то в определении мест проведения соревнований, и не двигалась, может быть, немножко вперед. Я не сказал, что у нас есть какие-то большие проблемы, но я надеюсь, сейчас сдвинется ситуация, а так, в целом, я думаю, что везде ситуация примерно одинаковая. Большое спасибо! Пожалуйста!